Всем доброго времени суток, меня зовут Алексей Красиков, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполис. Здравствуйте! Недавно мы посмотрели видеоролик о роли панической атаки в неврозе, и как мне показалось, мне получилось донести до вас то, что паническая атака, как пароксизмальный приступ, страха, созданный лично человеком из-за собственного незнания, не является той самой проблемой, с которой на самом деле клиент к нам обратился. Как показывает практика психологии и психотерапии, очень редко, когда клиент приходит с запросом с таким, который является действительной проблемой. И вот в моей непосредственной специальности выглядит это примерно так. Люди приходят с симптоматическими жалобами, будь то на кардиологию, будь то на нехватку воздуха или еще, либо какие жалобы, и считают, что это главная проблема, но безусловно это не так. Когда мы начинаем разбирать суть невроза человека, конечно мы понимаем, что сами по себе симптомы телесного уровня не являются главной проблемой. Люди, конечно, очень сильно удивляются. И всегда это такое ага осознание или переживание, что оказывается за их паническими атаками стоит собственная длительная нереализация, за их поведением стоит собственное длительное чувство одиночества, чувство безвыходности, безысходности, потеря смысла и много-много всего, чего там может быть. А телесная реакция это всего лишь на все проявление тех самых внутренних переживаний, которые в человеке заложены. Об этом говорит и когнитивная терапия, и экзистенциальная, и психоанализ. Много направлений, которые как раз это изучают. Поэтому еще и еще раз к предыдущему ролику возвращаясь, поймите, что несмотря на то, что многие считают, что на первых этапах паническая атака или агорофобия является, как вам кажется, главной проблемой жизни, на самом деле стоит правильно обучить пациента правильному пониманию того, что с ним происходит, и показать ему на практике, чтобы он сам убедился на практике, что он ошибался, и этого достаточно. Именно поэтому когнитивная терапия является достаточно краткосрочной. Долгосрочной психотерапией когнитивно-аналитической не считается, потому что на самом деле тревожно-фобическое расстройство в мировой практике, с точки зрения научения, это очень быстрое устранение панических атак и агорофобий. Если только за этим не стоит определенная функция. А функция стоит часто. Вот мне тут один человек сказал о том, что все невротики эгоисты, и у всех невротиков плохой характер. Это неправда. Все невротики не эгоисты, и все невротики это люди. Я категорически не согласен с тем, что у всех людей, имеющих неврот, плохой характер, или они эгоисты. Это неправда. У меня замечательное количество клиентов, которые абсолютно замечательные люди. Они очень искренние, очень переживающие, очень много работающие во благо своей семьи. И часто причиной является не сам человек с его характером, а то, что происходит вокруг этого человека, вокруг этого человека и вокруг этого характера. Поэтому поймите правильно, что есть много неврозов. Вот у меня один человек сегодня написал, что невроз – это все плохого характера. Но это очень однобокое детское понимание невроза. Потому что, когда мы говорим о сложном характере, когда мы говорим о эгоцентризме или эгоизме, мы говорим об истерических акцентуациях. Мы говорим об истерическом неврозе и проявлении его. Но помимо истерического невроза, есть еще масса интересных проявлений невротических черт или конгломераций невротических черт. Соответственно, нельзя так всех людей, наших клиентов, лепить под одну историю, что вы все эгоисты, сволочи и вообще всё только у вас вторичная выгода и везде пропитано. Да, у невроза есть функция, которую я так часто говорю в своих лекциях, в своих курсах и в своих занятиях, но и понять эту функцию симптомов, безусловно, нужно, но поверьте, эта функция не всегда связана с эгоизмом и не всегда связана с тем, что человек имеет сложный, плохой именно характер. Пример. Девушка Х имеет тяжёлую форму невростынии, состынизации, с панической атакой в структуре невростынии, соответственно, не потому, что она эгоист и плохой, а потому, что она работает настолько много и интенсивно и не может остановиться в своей работе ни дома, ни на самой работе, потому что будет считать, что она из-за этого будет какой-то некомпетентной и, допустим, осуждённой своими родителями. А родители подкидывают угольки в эту топку, в эти убеждения, несмотря на то, что они с детства их сформировали, их подкидывают. Давай, вперёд, работай, иначе ты будешь такой-сякой, плохой и так далее. Естественно, она как раб на галерах пашет и рано или поздно формируются её симптомы для того, чтобы она разрешила себе уйти с этой работы, чтобы просто отдохнуть или поболеть. Поэтому у невроза и есть эта вторичная выгода. Но эта вторичная выгода не всегда должна вами восприниматься как эгоистичная выгода. Это защитный механизм. Если бы не невроз, она бы там легла бы на этой работе с этими убеждениями своими, понимаете? Вот. А сегодня я ещё вам хочу рассказать по поводу того, как выбрать психолога-психотерапевта. Во-первых, это второй по популярности вопрос на самом деле на сегодняшний день. Понятно, что не все люди имеют вот такой сложный характер. Да, мы все имеем сложный характер, но не у всех вот эта вот эгоистичность. Я категорически не согласен с этим человеком. И это очень как-то, как лично мне кажется, однобокое мнение и взгляд на людей. Скорее всего, так выражает психолог своё мнение, потому что в нём лично есть большое количество обиды на нереализованность себя в жизни. Как правило, я бы так интерпретировал выражение этого психолога. Ну, не психолога, но человека. Значит, да, а теперь как выбирать психотерапевтов? Это сложный вопрос. Во-первых, он очень тяжело регулируется в нашей стране. И до сих пор сложно регулируется. Давайте я расскажу вкратце для новичков, что прежде чем идти к психологу-психотерапевту, вы обращаетесь к терапевту общего профиля по тому или иному вопросу жалоб, которые вас беспокоят. Голова, сердце, лёгкие, т.д. Тельные соматические жалобы, телесные. Проходите обследование. Задача обследования – оттечь реальную органическую патологию, то есть ишемическую болезнь сердца, тяжёлые виды аритмии, инсульт, инфаркты, новообразования, серьёзные соматические отклонения и так далее. Когда врач говорит, у вас всё более-менее нормально, но где-то здесь чуть-чуть особенность анатомического строения, там, блокады левого ножка и почка гиса или пролазмитрального клапана, увеличенный левый желудочек, смещение оси сердца, или там некоторое количество экстрасистол, но это всё не опасно. Проще говоря, вам надо задать вопрос, опасно ли то, что вы у меня нашли. Если врач говорит, нет, это не опасно, это просто функциональное невротическое или это ВСД, соответственно, вы можете смело топать к психотерапевту. И что делать дальше? Теперь смотрите. В нашей стороне, в Советском Союзе, не было психотерапии, потому что психотерапия – это отрасль психологии. Есть несколько школ психологии, которые называются гештальт-психология, когнитивная психология, экзистенциальная психология, психоаналитическая психология, телесные всевозможные теории, практики. Соответственно, дальше у нас пошли всякие расстановки гипноза и прочие штуки юнгианские. Много школ, много направлений. Все друг у друга тырят основные концепции, называют это своими методами, но, собственно говоря, плагиат, он в психологии очень такой распространённый, потому что на самом деле в терапии неврозов и особенно тревожно-фобических расстройств придумать что-то очень невозможно. В основном это копирование разных техник, называемых по-разному, когда-то кем-то открытым, например, Франклом, Элисом, Фрейдом и так далее. Соответственно, тем же самым Скиннером Павловым. Соответственно, всё это просто перемусоливается, по-иному подаётся и говорит, «Я изобрёл метод, только я и только он работают». Да хрень, это всё Виктор Франкл изобрёл ещё давным-давно. Соответственно, надо понимать, что в Советском Союзе была психиатрия. У психиатрии, как у метода, беседа с пациентом находится только на этапе сбора анамнеза и постановки диагнозов. То есть метод беседа в психиатрии – это сбор анамнеза, то бишь жалоб. Метод клинической диагностики, такой, как клиническое тестирование, тоже идёт на этапе сбора анамнеза для правильного постановки диагноза, соответственно, будущей терапии. Терапия в психиатрии – это не психотерапия. Врач-психиатр, соответственно, в отделении, не будет заниматься психотерапией, психиатрией занимается фармакологией. Основная задача врача-психиатра – это подобрать данному конкретному человеку, исходя из поставленного диагноза, ту или иную комбинацию препаратов и дозы корректоров для того, чтобы снизить побочные эффекты. Соответственно, сочетание тех или иных препаратов должно быть тоже проверено. Соответственно, проверяется стационарий, сочетание и переносимость препаратов, подбираются дозы корректоров. Некоторое время пропивается основной курс, потом выписывается человек с мешочком таблеток и идёт дальше пить, пока не пропьёт. Всё, потом проходит некоторое время, и он опять к ним возвращается за ещё одной дозой таблеток. Вот так работает в целом психиатрия. Соответственно, мы должны понимать, что в терапии неврозов психиатрический подход он очень такой двойственный. С одной стороны, есть реактивное состояние, которое надо купировать в фармакологии. Это правда. И здесь должен принимать решение непосредственно и клиент, и врач-психиатр непосредственно. Соответственно, мы должны понимать, что если врач-психиатр или психотерапевт принимает то или иное решение, оно должно быть взвешенным и адекватным диагнозу, адекватным постановке этому диагнозу. Если человек жалуется на панические атаки, то, на мой взгляд, неадекватно закидывать человека некоторые комбинации транквилизаторов и антидепрессантов. И лично моё мнение, что сложные комбинации ингибиторов и этих самых, как вот, транквилизаторов и антидепрессантов разного поколения, нужно применять, исходя из тяжести, заболеваний и его длинника, опыта, так сказать. Если это тяжёлое истерическое расстройство человека, который 30 лет находится в тяжёлом неврозе, то, конечно, наверняка это адекватно. Если это молодая девушка или молодой парень, у которого панические атаки, вот буквально там 3, ну какой-то, под полугода до двух, закидывать его такой дозировкой, я считаю, нецелесообразно, но это лично моё мнение. Потому что я встречал в своей практике очень серьёзные подборы препаратов у человека, у которого паническая атака, например, началась там 3 месяца. Но зачем? Почему? Объясните. Зачем так делать? Да, соответственно, и встречал людей, у которых 30 лет. Они, правда, 30 лет уверенно умирают, и как-то за 30 лет не умрут от панической атаки. Потому что это уже... Это не потому, что паническая атака не лечится, а потому что за этой панической атакой у этого человека 30 лет стояло тяжёлое наркотическое расстройство личности или тяжёлое истерическое расстройство личности с панической атакой, как поэксизмальный выход. Соответственно, лечить панические атаки у этого клиента бессмысленно, потому что тяжёлое истерическое расстройство лечится совершенно по-другому. И панические атаки тут ни при чём. У меня была одна беседа с человеком по поводу панических атак. Я объяснил человеку, что есть ряд пациентов, которые приходят к тебе с панической атакой, с головной болью, но за ним стоит расстройство личности. И это совершенно другая тематика. Это совершенно глубинная проблема именно личной структуры. Да, симбиотической связи с матерью, невозможность сепарироваться от матери. Вы что думаете, это паническая атака, что надо лечить? Если у меня человек в 45 лет не может из дома выйти без мамы, и он не может выйти из дома без мамы в 45 лет, последние 20 лет, потому что у меня паническая атака, вы в это поверите? Да ни один психотерапевт в это не поверит, что человек из-за панической атаки не может выйти из дома, потому что только с мамой может выйти ему 45 лет. Потому что на самом деле у этого человека всё это время тяжёлое личностное расстройство. И панические атаки здесь являются как бы таким сглаживающим, затуманивающим правильный взгляд на ситуацию симптомом. Что вовсе дело не в панических атаках, а дело в тяжёлой симбиотической связи с матерью, которая была либо поглощающая, либо дистанцированная, и так далее. Соответственно, вы должны понимать, что за паническими атаками стоит как за жалобой огромное количество всего. Бояться этого не нужно, надо просто приходить к психотерапевту. Итак, психиатрия не имеет метода беседы только в сборе анамнозавтестирования. Соответственно, психотерапия в Советском Союзе, она не развивалась, как и психология, была просто-напросто тупо под запретом. Надо понимать, что психотерапия, я уже говорил, что это психологические концепции неврозов. В нашей стране, к сожалению, сложилась такая штука, что по номенклатуре психотерапевт – это выходец из психиатрии. То есть, это такой парадокс, что есть психиатр, который обучался на психиатра-врача, и он является психотерапевтом при дальнейшей своей работе, при повышении квалификации. Но парадокс в том, что весь мир работает совершенно по другой системе, что есть врач-психиатр, у которого свой круг обязанностей, свой круг пациентов и проблематики, и есть психоаналитики, есть когнитивно-поведенческие терапевты, гештальтерапевты, они вовсе с медициной не связаны никак. Поэтому к вопросу, кого выбрать. Все специалисты, которые имеют профиль по какому-то виду психотерапии, это, в принципе, ваши люди. Ваши люди – это гештальт-психотерапевты, это телесные психотерапевты, это экзистенциальные психотерапевты, это когнитивно-аналитические психотерапевты, когнитивно-поведенческие психотерапевты. Базовое образование может быть как врач-психиатр, так и клинический психолог, как и психолог общего профиля, психолог-консультант с переподготовкой. Соответственно, вы должны понимать, что психотерапия – это метод, не медицинский, это метод психологический. Медицина в психотерапии никаким образом не вливается в процесс и ничем не отличается от психологической психотерапии, только исключительно наличием фармакоподдержки. То есть, если взять психолога-психотерапевта и врача-психотерапевта, и они будут работать, допустим, как гештальт-метод, или как когнитивно-аналитический метод, они будут работать идентично. Разница лишь в том, что врач-психотерапевт может предложить вам тельные дозы препаратов и может вас принимать, допустим, в стационаре. Психолог-психотерапевт, скорее всего, в стационаре работать не будет, и выписывать препараты не будут. Но они могут работать, как я, например, работать в паре. У меня есть врач-психотерапевт, у меня есть врач-психиатр, с которыми я консультируюсь по тем или иным вопросам, потому что мы должны понимать, что круг жалоб, он достаточно широк, и не везде мы имеем дело с неврозами. Соответственно, надо понимать, что обращаться вы можете к этим специалистам. Теперь как их выбрать? Тут я не буду оригинален, наверное, скажу самые какие-то простые, банальные вещи. Прежде всего, вы должны понимать, кто этот человек. Он не должен называться «Ромашка-24», «Лютик-18». Это должен быть человек по имени, отчеству, фамилии, с проверенными документами, с абсолютно открытым, доступным, так скажем, рассказом о том, кто он, где он учился, на кого он учился, с дипломами, которые можно проверить, желательно со ссылками или с рекомендациями на учебное заведение. Это очень важно. Соответственно, если у человека нет профильного образования, но он считает себя специалистом, это всегда вызывает много сомнений и много вопросов. Ну, вы пойдете, допустим, к стоматологу, который просто, у него болели зубы, и он вот как-то их хорошо выдернул, и сейчас придет и будет выдирать их вам. Ну, кто-то пойдет, наверное, да, но вы должны понимать, что мы все-таки в институтах не штаны просиживаем в психологических вузах, да, а все-таки мы отрабатываем в институтах на практике, в группах, разные методы, смотрим, как так или иначе реагируют, мы на себе же их изучаем, как изучают психотерапию, да, и это всегда работа в группе. То есть ты приходишь, допустим, вот у меня было 18 направлений психотерапии, психотерапии. Как вот это проходило? Каждый метод, нас погружали в каждый метод психотерапии, чтобы мы на себе его прочувствовали, прожили, потом по окончанию года выбрали какую-то специализацию, и по ней уже дальше развивали свою работу и супервизировали, соответственно. Супервизия – это совет о том, как ты работаешь, грубо говоря, с пациентом, если у тебя что-то не получается. Ну и плюс личная терапия обязательно. То есть психотерапевт, еще раз, должен иметь профильное образование, он должен иметь право работать в этой профессии, он должен иметь именно специализацию по методу, которым он занимается. Я желательно, это уже я от себя сейчас добавляю, что человек должен специализироваться на чем-то конкретном. Желательно, чтобы это было в его арсенале, ну где-то, я думаю, что 2-3 метода, максимум, как мне кажется, должно быть там в арсенале психотерапевта. Имеет там 20 методов, странно. 1-3, я думаю, комбинация такая. Или 1 интегративный. Вот. Образование, документы, проверка документов, проверка, где учился. Возраст можно смотреть, каждый подбирает себе по возрасту. Пол, соответственно, тоже, да. Очень важно понимать, что психотерапевт – это не просто человек, к которому вы придете и уйдете завтра. Психотерапевт – это человек, который будет помогать вам разбираться внутри себя с той проблемой, с которой вы обратились, обратились в эспаническую атаку, и говорить вы будете через какое-то время о гораздо более глубинных проблемах вашей психики. Соответственно, вы должны ему, а, доверять, и он должен быть для вас неким примером, тире, ну таким, человеком, на которого можно опереться, да, что ли, на котором можно довериться. Если перед вами сидит человек, который морально слабее, морально невротичнее, да, морально нереализовавшийся, но судорожно хочет реализоваться, то, конечно, вряд ли этот психолог или психотерапевт станет для вас тем самым авторитетом внутренним, который поможет вам вырасти внутри самого себя. Человек учится посредством примера. Соответственно, если психотерапевт не может быть примером или не может стать, занять важную позицию в голове пациента, никакого контакта не получится. Ну, кому нужен слабый, неуверенный, нереализованный, несчастный психотерапевт, который пытается разобраться в ваших проблемах. А в нашей стране, к сожалению, 95% именно так и происходит, потому что люди идут учиться на психолога не потому, что они имеют к этому мотивацию, а потому что просто там ЕГЭ маленькая, или потому что мама захотела, или потому что места где-то закончились, да. Всё-таки это примерно... Это хороший психолог, хороший психотерапевт, это не... Это примерно так же, как хороший хирург, да. Когда ты приходишь в мединститут, там приходят 100, выходят там 10, да. Из этих 10 один-два хирурга, наверное, хороших. Соответственно, лично моё мнение, что психотерапевтом нельзя научиться быть. Это такая комбинация личного опыта, это комбинация личных качеств, это комбинация харизмы, комбинация того, что он приносит в психотерапии. А каждый психолог и психотерапевт приносит что-то своё, но не всегда, к сожалению, это хорошо, потому что, если сам психотерапевт лично не проходил свой анализ и лично до сих пор невротично пытается махать шашками и что-то кому-то доказывает, да, то, соответственно, мы должны понимать, что если ты хочешь принести что-то в психотерапию, приноси это от себя, но вот осознанно и обоснованно. Многие психотерапевты приносят в работу собственные проблемы, собственные какие-то непроработанные чувства, переносят их на клиента и происходит совершенно не про клиента работа. Вот. Вот так и выбирайте. Ну и последнее, наверное, не пробуйте экспериментировать, доверяйте своей интуиции, смотрите на этого человека. Если вы можете этого человека поместить внутрь себя и сказать, что он занял или может занять достойную позицию вашей психики, на которую вы можете опереться, то, безусловно, можно пробовать и можно работать. Старайтесь быть искренним со своим психологом и говорить о всех чувствах и о всех нюансах, которые происходят в процессе контакта и работы. Старайтесь быть искренними. Чем больше вы будете подавлять в себе какие-то чувства или слова, которые вы бы хотели сказать на занятии, тем хуже для вас. Но психотерапевт не будет вас подталкивать к каким-то специальным насильственным методам. Это всегда должен быть ваш процесс. Неправильно говорить о том, что ты знаешь, у тебя невроз, потому что твои точки так, 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 и так, и так, и так. Вы такой, а-а-а, да, прикольно, спасибо. И что это было? Мне сказали, что у меня невроз, потому что у меня тяжёлое симбиотическое отношение к матери, вытесненное бессознательный процесс коры головного мозга, подавленное на второй стадии развития, сексуального развития Памфрейда. Ну, зачем это, да? Соответственно, вы должны сами родить в себе определённое понимание благодаря тому, как работает с вами психолог. Это вы ему расскажете. Вы знаете, я думаю, что у меня это, потому что во мне есть такое. И вот это правильно. Но не наоборот. Когда вы знаете у вас это, потому что я вам сейчас скажу, почему вы ко мне пришли. Это неправильно. Слушайте свою интуицию, старайтесь выбирать психотерапевта, как говорится, по собственным чувствам. Но основные качества психотерапевта я сказал. Ну и, конечно, это интуиция. В нашей профессии очень важную роль играет интуиция, базовые академические знания, опыт, безусловно, безусловно, харизматичность и безусловно, интуиция. Тут меня кто-то где-то написал, что Андрей Курпатов не харизматичный. Да кто вам это сказал? Он очень харизматичный, замечательный специалист. Поэтому он и сделал ту карьеру, которую сделал. Он очень харизматичный, талантливый человек. Причём дева, насколько я помню. Что, собственно говоря, понятно. Поэтому я категорически не согласен, что он не харизматичный. Все психотерапевты и психологи, которые добились чего-то в этой профессии, они всегда очень личностно яркие люди. Они всегда несут яркий посыл и становятся примерами и лидерами в своей отрасли. И это только так. Если это какая-то посредственность, которая пытается невротично выпрыгивать и говорить, я тоже достойен любви, ну, это невроз. Соответственно, вы должны понимать, что выбирайте сердцем, как говорится, но не бойтесь проверять этого человека хотя бы в начале работы. Кто это вообще? Что это за человек? Ну и так далее. Сдавайте вопросы, комментируйте, спрашивайте. Будем такие маленькие ответы на вопрос. Я надеюсь, я вам рассказал, что такое процесс психотерапии. И о том... А, ну последнее, наверное, хочется сказать, что вы должны понять очень важную идею, что психотерапевт и психолог – это процесс, в котором психотерапевт помогает вам самому в себе увидеть то, что является проблемой внутри вас. Он не скажет за вас, он не сделает за вас, он не посоветует вам. Он поможет вам самому увидеть эту проблему и поможет найти решение, так или иначе. Но никогда не скажет, что сделать, почему и как. Он может рассказать, он может намекнуть, он может использовать определенные терапевтические техники для того, чтобы вывести вас на те или иные осознания. Но поступать вы с этими осознаниями будете сами. Вот Борис Дмитриевич Карвасарский, Царство Небесное, недавно нас покинул, к сожалению, говорил когда-то такую фразу, что «что клиент будет делать с тем, что он осознал?» И вот здесь очень важный момент, что, конечно, мы должны всегда понимать, что когда человек осознает ту проблематику, которая в нем на самом деле имеется, что он будет с этим делать? И вот это и есть терапия и психотерапия. Просто панические атаки – это просто насморк у большого расстройства. Допустим, паническая атака – это симптом, а невроз – это синдром. Синдром – это совокупность симптомов. Соответственно, симптом панической атакы не является терапевтичным, потому что есть само большое расстройство синдрома комплекс. Мы должны понимать, что помимо снятия тех или иных тревог и беспокойств, есть основная корневая проблема. И тут еще очень важно на определенном этапе психотерапии помочь клиенту принять те или иные решения, что он будет с этим делать. Но это решение его. Психотерапевт не может за вас принять решение, что вам делать с этим мужем, что вам делать с этой женой, что вам делать с этой мамой, что вам делать с этим папой. Прощать, не прощать, отпускать, не отпускать, заканчивать паттерн поведения или не заканчивать, Как говорит Грегори Бейтсон Завершить незавершенные дела В родительской семье Соответственно, вы должны понимать Что процесс очень интересный Но он про вас Это ваш процесс И психотерапевт его запускает И контролируемо Развивает Но никак неправильно говорить Вы знаете, я прошла этого психолога Он мне не помог Я прошла этого психолога, этого не помог А вот этого вообще он мне не помог Это позиция неправильная Вот мне кто-то сегодня спрашиваю Написал правильную позицию Девушка, по-моему, писала так Я работала с этим психологом У нас не получилось Потом я пошла к этому Мне кажется, у нас тоже не получился контакт Посмотрела ваши ролики Многое поняла Хотела бы заниматься Вот позиция правильная У нас не получилось А не он мне не помог Вот это очень важно Потому что в процессе психотерапии Происходит разное взаимодействие И надо понимать, что все люди разные И защитные механизмы А невроз – это защитный механизм Может встать в такую позу В котором очень тяжело будет отпускаться Невротическая симптоматика Потому что невроз выполняет важную функцию Именно у этого человека Ну, пример Невроз выполняет функцию Такую, чтобы человек Не сепарировался от родительской семьи Ну, страшно ему сепарироваться И уходить от мамы И невроз будет выдавать Всевозможную комбинацию Симптоматических проявлений Чтобы только оправдать Своё сидение дома рядом с мамой И он будет говорить Что выезды не лечатся И что паническая атака не заканчивается И что никакие техники не помогают И что всё это ужасно Потому что на самом деле Стоит глубокое личностное расстройство Где у невроза есть функция Не решать ту проблему Которая на самом деле В его жизни имеется Вот понять эту проблему Мы с вами и должны До встречи на занятиях Удачи! Спасибо!